Власти выделили для тематических акций несколько площадок. Самое крупное мероприятие прошло в здании районной администрации. В конференции для медицинских работников приняли участие сотни сотрудников 10-го медицинского округа. Все внимание привлекаем, аннулировать эти вредные привычки на территории Одинцовского района. Если человек не будет курить, он будет здоров. Поэтому сегодня у нас в гостях представители областных центров профилактики Московской области. Для того, чтобы мы привлекли медицинское сообщество Одинцовского района к решению данных проблем. Несколько часов на центральной площади Одинцова работал передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Гости города и местные жители могли проверить уровень сахара в крови, а также узнать свой биологический возраст. Кроме того, все желающие имели возможность бесплатно пройти обследование дыхательной системы, узнать объемные и скоростные показатели своего дыхания и содержание угарного газа в легких. Как показывает практика, многие начинают курить в школьном возрасте. Именно поэтому в парке отдыха имени Лазутины устроили специальные мероприятия. Известные районные и общественные деятели провели лекцию для Одинцовских школьников. Создавая информационное поле, что это модно, что это круто, что ты, если ты это будешь делать, то ты будешь своим, давай к нам, это очень круто. Это технология обмана, которая заставляет, как на рыбалочке, так раз, крючком у вас рыбку, иди-ка сюда. Для чего это нужно? Да все просто, чтобы продавать, чтобы продавать, чтобы впаривать вам эти продукты. Бизнес, ничего личного. Чтобы вы ходили каждый день, покупали пачку сигарет. Сегодня в России около 15% граждан страдают от заболеваний дыхательной системы. Одной из основных причин возникновения является именно курение, для борьбы с которым и проводятся подобные мероприятия. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.